Священный Совет Фералден хотят разобраться с неподвластной армией, но каждый по-своему. Разумеется, политическая грызня становится лишь фоном для куда более серьезного дерьма, разгребать которое опять предстоит Инквизитору. В эфире StopGame.ru видеообзор первого и последнего приличного дополнения для Dragon Age Inquisition. Называется дополнение Чужак, и именно в нем Байуэя наконец-то отходит от порочной схемы обширных локаций с вышками, сбором пледов для бомжей и прочей рутины. Классическая в хорошем смысле структура DLC не отвлекает второстепенной мишурой и позволяет сосредоточиться на основной истории. Итак, спустя два года подвиги Инквизиции уже не так блистательны. Угроза давно позади, а мощь никому не повинующейся организации по-прежнему велика. У территориально близких к Скайхолду Орлея и Фералдена возник ряд вопросов, которые надо решить на Священном Совете, где главенствует свежеиспеченная Верховная Жрица. Виктория, она же Лилиана в моем случае. Требования государств вполне понятны. Орлей, за которым большой должок, готов покровительствовать Инквизиции, а вот Фералден, чья часть территорий была незаконно занята, требует немедленного распуска неактуального военного формирования. Пока дипломаты с пеной урта меряются длиной границ, из ближайшего Элувиана внезапно вываливается воин Кунари и красноречиво умирает неподалеку от заседания. Короткое расследование приводит главного героя в магическое зазеркалье, некогда показанное Морриган, по которому нынче бродят все, кому не лень. Через полчаса оказывается, что рогатые гады не прониклись за ворушкой с корифеем и имеют некоторое желание убить всех человеков от греха подальше. Расклад не самый приятный, поэтому придется воевать. Но потом. Рекомендую не нестись вперед навстречу Клиффхенгеру, а сперва побеседовать с бывшими боевыми товарищами, которые в финале Инквизишн разбрелись кто куда по своим делам. Как и всегда, Байуэ умело выстраивает отношения с напарниками, поэтому каждый диалог с ними интереснее всех сюжетов про Мстительных Кунари. Нетрадиционный мак Дориан Павус вернулся в Тевентер и теперь откомандирован на совет послом. Ушлый Варик стал мэром Кирквелла, бык по-прежнему бухает и так далее. У каждого товарища есть история, и подвинуть события DLC на пару лет вперед — это отличный ход. Чужак является эпилогом и не подразумевает дальнейшей игры, что позволило разработчикам наконец-то поставить точку. Ну, вернее, многоточие. Как выясняется далее по сюжету, Кунари не просто злы, они очень злы на Инквизицию и обвиняют ее в помощи плохому парню. Как уже было понятно из трейлера, роль плохого парня отведена вероломному Солосу, надменно сверкающему лысиной в лучах восходящего солнца. Пять часов в слегка утомительных разборах с бесчисленными ордами Кунари приводят к финальной беседе, в которой эльфийский маг рассказывает завязку Dragon H4. С точки зрения геймплея Чужак вполне свой и родной, единственным нововведением стала ульта Якоря. Теперь магический стигмат Инквизитора накапливает энергию и в момент ее высвобождения здорово лупит по врагам. Способность крайне полезная, особенно если вы, как и я, успели за год забыть, на какие вообще жать кнопки, чтобы всех победить. Новое приключение практически не отягощено сумасшедшим собирательством. При желании можно поискать во дворце сахарные косточки для мобари и получить за это бонус, но заморачиваться не обязательно. Раздражает разве что навязчивый бэктрекинг. Зачастую приходится наматывать круги по одним и тем же локациям, но с другой стороны они не настолько уж и большие. После шестичасового прохождения возникает ровно один вопрос — нахрена вообще нужны были Кунари? Вы, наверное, немного удивлены, я ведь о них практически ничего и не рассказал. Да был бы повод. Короткий сюжет про грозных рогачей ни на что не влияет и вряд ли хоть кому-то интересен. Ну серьезно, тут вершатся судьбы мира, а под ногами зачем-то путаются угрюмые великаны с непонятной мотивацией. Байуэ с упорством достойным лучшего применения скачет по натертым до блеска граблям. Снова добавляет в игру филерный сюжет вместо того, чтобы сосредоточиться на основной истории, в которой дыр больше, чем в Авоське. Что, мать вашу, с Боденом и Сэндалом? Нашел ли герой Феррелдена лекарство отзова? Как дела у Алистера? Почему бы в конце концов не сконцентрироваться на крайне перспективном конфликте с Солосом и проблемах, вызванных самим существованием Инквизиции? Нет, давайте лучше про злых кунари. Чужак — хорошее DLC. Не бессмысленный предаток, как челюсти Гакона или Нисхождение, которое я просто не осилил, а настоящее сюжетное дополнение, которое плавно подводит серию Dragon Age к четвертой части действия, которая развернется в Тевентере. Номинально здесь исправлены самые грубые ошибки Инквизиции и в целом правильно расставлены акценты — на политике, на товарищах, на последствиях выбора, на глобальном сюжете. Очень надеюсь, что EA и BioWare найдут в себе силы и смогут вернуть Dragon Age былое величие. Хороших ролевых игр никогда не бывает много. Ах да, стоит ли покупать Чужака за 900 рублей? Совершенно точно нет. Субтитры создавал DimaTorzok